На канале ТСВ вышла программа «На здоровье», которая посвящена вакцинации от ковида. На главные вопросы о вакцинах и иммунитете ответила врач медицинского центра Медин Ирина Ахрименко. Она много лет была заведующей пульмонологическим отделением РКБ и главным пульмонологом Приднестровья. Ирина Ахрименко рассказала, часто слышит вопрос, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел, ведь антитела в организме вроде есть. Вакцинироваться нужно однозначно, но не сразу же после выздоровления. При этом стоит помнить, тяжесть болезни влияет на иммунитет. После 4-6 месяцев у переболевших можно спокойно идти на вакцинацию. Мы не имеем права рисковать нашими людьми, надеяться только на тот иммунитет, который образовался в результате того, что мы переболели. И нужно понимать, что чем легче мы переболели, тем иммунитет, продолжительность его снижается. И еще один часто обсуждаемый вопрос касается самих вакцин. Практически все из ныне существующих двухфазные. Почему? Ирина Ахрименко объяснила. Механизм действия вакцины основан на двух особенностях нашего иммунитета. Первое – это умение вырабатывать антитела при попадании в организм вируса чужака. И второе – способность иммунитета запоминать чужака в лицо. В первую фазу S-белок, который попадает в организм человека, он является для нас чужеродным, в результате чего образовываются вот эти антитела, он помогает сформировать иммунитет. А во время введения второго компонента этот иммунитет разгоняется по организму и уже участвует более активно. Обязательно ли вакцинироваться? Для врача, который много лет проработал в пульмонологии и знает, как сложно порой бывает вытащить пациента даже из простой пневмонии, не говоря уже о коронавирусной, ответ очевиден. Вакцинация необходима, как мы уже сказали, для защиты того процента населения, которые в первую очередь подвержены тяжелым формам данного вида инфекции и осложнений, в том числе самых грозных осложнений – это летальным исходом. В программе Ирина Охременко отвечает на вопросы о возможных побочных эффектах вакцинации, противопоказаниях и дает советы, как правильно к прививке подготовиться. Врач с многолетним опытом напоминает, что каждый из нас может помочь сформировать тот самый коллективный иммунитет, который заставит отступить страшную болезнь.